И был перерыв два месяца, и поэтому, на чем мы остановились до этого, мы дважды проводили совещание, посвященное принципам самооценивания. То есть мы взяли принципы оценки, которые были приняты Ассоциацией специалистов по оценке программы «Политик», и обсудили их применительно к ситуации, когда некоммерческая организация оценивает сама свои проекты или сама себя. И у нас получились, на мой взгляд, довольно-таки практического характера рекомендации и свод принципов самооценивания. Мы этот документ разослали всем, кто участвовал в том обсуждении, рассчитывая получить массированную обратную связь. Но за два месяца пока никто не справился с этой задачей из тех, кто получил документ. Но мы по-прежнему ожидаем обратной связи, и я хотел сказать, что мы, конечно, эту мысль не оставили. То есть план такой. Мы ждем сейчас комментариев по-прежнему. Мы планируем обсудить эти принципы самооценивания на институте оценки, который пройдет в конце сентября в Москве, который проводится в рамках проекта. Это пятый элемент, реализуемый иноцентром, и поддержанный фондом президентских грантов. И после этого мы подготовим публикацию и представим эти принципы самооценивания на конференции ОСОП. Там наш доклад стоит уже. Так что тема остается, и публикация обязательно будет. Да, Юль, конечно, мы документ пришлем. Спасибо. Так, ну что же, сегодняшняя тема. Давайте я... Тут же у нас, как всегда, есть презентация. Поэтому... Сейчас я... О, вот так. Тема сегодняшней встречи – оценка потребностей. Как всегда, будет какая-то информация к размышлению, и будет возможность поговорить между собой, обсудить наиболее важный вопрос, с этим связанный, поделиться своими мнениями. Значит, небольшое вступление. Я должен сказать, что, наверное, здесь вот на что бы я обратил ваше внимание, кроме замечательного совершенно этого комикса, это вот источник «Фрэш Спектрум». Это один коллега в Соединенных Штатах решил делать такой блог у него, сайт, на котором он размещает комиксы, посвященные исключительно оценке. Он сам специалист по оценке. И вот такой он нарисовал применительно к оценке потребностей. Значит, начнем с того, что такое оценка потребностей, почему она важна. Небольшое вступление, и будет после этого возможность нам поговорить, обсудить, задать друг другу вопросы. Первое, на что нам, конечно, надо здесь обратить внимание, это как мы будем понимать, что такое потребность. Потому что, конечно, то, как мы определяем, собственно, объект оценки, от этого сильно зависит то, как мы будем проводить оценку. Значит, есть, конечно же, определение потребностей в психологии, которые общеприняты и общеизвестны. И потребности здесь называют определенные состояния индивида, состояния, которые создаются испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для существования развития. Важно, что вот это состояние, эта нужда, она выступает источником активности индивида. То есть, при наличии определенной потребности, поведение человека определенным образом меняется. Надо здесь сказать сразу, что вообще-то в психологии говорят, что потребности бывают осознаваемы и неосознаваемы. То есть, может быть, такая потребность, которую человек не осознает, но она уже влияет на его поведение. Так. Ну, вот другое определение, тоже близкое, взятое из публикации. Чем отличается от первого? Здесь говорится о том, что это может быть как индивид, отдельный человек, так и группа, или даже большая группа, например, сообщества. И тоже могут быть потребности группы, могут быть потребности сообщества, могут быть потребности организации. Теперь вот такое определение. И если первые два определения, они от психологии как бы идут, то вот следующие два определения, они идут скорее от науки об управлении организациями, от менеджмента. И определение такое. Потребность – это различие между текущими и желаемыми достижениями. Или вот так. Потребность в самом простом смысле – это измеримый разрыв между двумя состояниями, тем, что есть сейчас, и тем, что должно быть. Я поставил это определение последним, и под ним вы видите ссылочку, и специально так сделал, потому что вот это последнее определение я взял из публикации Джеймса Альшульда, я еще на него буду ссылаться, который занимается оценкой потребностей более 40 лет, написал массу книг, один из ведущих в США и в мире специалистов по оценке потребностей. И это определение взято из книжки, в которой он обращается к 40-летнему опыту в исследовании практической деятельности в сфере оценки потребностей. То есть, если мы с вами возьмем такую литературу руководства по оценке потребностей, то мы очень часто с вами будем сталкиваться с тем, что потребность определяется как разрыв между двумя состояниями, тем, что есть сейчас, и тем, что должно быть. При этом важный момент, он должен быть измеримым. Если у вас возникают вопросы уже, то это хорошо. Ну вот такую картинку нам для доходчивости предлагает Всемирный банк в своем пособии по оценке потребностей, и я на это пособие ссылочку тоже даю здесь позже, в интернете можно будет посмотреть, на английском языке. Ну вот, видите, здесь все очень понятно. То есть, есть текущие результаты, желаемые или требуемые результаты, разница между ними – это потребность, и процесс достижения желаемых результатов такой. Пример. Сегодня у нас объем средств, которые мы привлекаем, миллион рублей, а требуется нам 2 миллиона рублей. Соответственно, потребность – 1 миллион рублей. Это примерно то, что вот в этом пособии написано, ну, там, применительно в другой ситуации, ну, примерно такое. Теперь, если мы вернемся к психологии, известная пирамида масла, и можно ли считать, что оценка потребностей – это вот про это? Кстати, говорят, что масло пирамиду никогда не рисовал, но это неважно для нас сейчас. Важно, что есть разные категории потребностей по маслу, и они действительно по природе свои разные, и потребности могут относиться к той или другой категории. И вопрос, вот, например, когда мы оцениваем потребности, мы имеем в виду, что мы определяем, какая потребность сегодня, например, ведущая или приоритетная у того или иного человека. Например, потребность безопасности или потребность самореализации. Вообще, вот этот пласт, этот разрез, мы должны учитывать при оценке потребностей. И вопрос другой, как на это накладывается тогда то, что потребности – это разница между текущим состоянием и желаемым состоянием. Насколько они здесь стыкуются? Скажем, вот у меня сегодня самореализация настолько-то осуществляется, а желаемое вот настолько-то. И разница, ну, понятна. При этом я что хочу сказать, что вот есть пример, например, пособие ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ Казахстана публиковали на русском языке по оценке потребностей. Я не то чтобы рекомендую очень эту книжку, чтобы ее читали или использовали как приоритетную, но я хотел сказать просто, что в этой книжке автор опирается именно на пирамиду масла, когда рассуждает о оценке потребностей. А книжка – пособие по оценке потребностей на русском языке. Теперь, как определяют оценку потребностей, исходя из того, что такое потребность. Ну, смотрите, какие есть варианты. Традиционно, так же, как оценку программ, оценку потребностей зачастую определяют как прикладные исследования. То есть вы знаете, что есть определение оценки программ, что это один из видов прикладных исследований. Ну, вот здесь тоже оценка потребностей определяется как инструмент прикладных исследований, который используется как вспомогательное средство при планировании социальных условий. Вот здесь оценка потребностей определяется как процесс сбора, обобщения и анализа информации о состоянии жизненных обстоятельств людей определенных с целью определения видов и объемов услуг и их влияния на процесс преодоления сложных жизненных обстоятельств. Ну, в данном случае речь идет о социальных работе. То есть это определение на самом деле достаточно близко к определению того, что такое оценка программы, когда мы говорим, что оценка программы – это систематический сбор информации о разных аспектах программы или проекта, который направлен на принятие определенных решений. Процесс определения различий между текущими желаемыми условиями для населения или определенной группы. Ну, это понятно, откуда вытекает. Вот еще есть систематический процесс, направляющий принятие решений, инструмент для принятия решений. То есть здесь ключевым моментом в этом определении является то, что оценка потребностей неразрывно связана с принятием решений. И, наконец, оценка потребностей – это систематический процесс сбора и анализа информации о типе, глубине и масштабе проблемы. То есть здесь оценка потребностей определяется, по сути, как анализ или оценка проблемной ситуации и анализ проблем. И вот по мнению авторов этой публикации, это именно и есть оценка потребностей. Здесь ссылочки на источники, откуда взяты эти определения. Важный момент в подавляющем большинстве публикаций по оценке потребностей говорится о том, что когда идет оценка потребностей, то это речь идет не только о выявлении потребностей, вот этих самых разрывов между желаемым и действительным, ну и приоритизации. То есть какие из них более значимы, какие менее значимы, потому что оценка потребностей связана с принятием решений о том, каким образом строить нашу деятельность, на что направить наши ресурсы и так далее. И предлагается приоритетность потребностей определить путем сравнения затрат, которые мы несем в случае, если мы будем удовлетворять потребности, устранять разрыв вот этого между желаемым и действительным, и затрат, которые мы будем нести в случае, если мы не станем вообще этим заниматься. Ну, например, нам время от времени нашей организации некоммерческой приходится делать видеоролики какие-то. И мы сами не умеем. И для того, чтобы эти ролики делать, мы привлекаем стороннего специалиста, которому каждый раз платим, предположим, 5 тысяч рублей за один ролик. Ну, мы можем понять, сколько мы его в год делаем. И дальше вопрос. Вот мы можем взять кого-то из сотрудников, направить на курсы, оплатить эти курсы, чтобы человек это все освоил и стал сам делать ролики. Нам не нужно было бы тратить деньги на, соответственно, внешнего специалиста. Вот если это желаемое состояние, а действительное состояние, что мы тратим, дальше предлагается сравнить, сколько мы тратим на специалиста и сколько мы потратим на то, чтобы сформировать необходимые компетенции внутри организации и возможности технические для того, чтобы эти ролики делать. Там, наверное, это какое-то оборудование, помимо обучения и так далее. И, соответственно, мы приоритетность определяем там, где целесообразно понести определенные затраты для того, чтобы закрыть тот или иной разрых. В большинстве случаев, как говорит Джеймс Альшуль, которого я уже цитировал, оценка потребностей фокусируется на разрывах, на пробелах в результатах, а не на желаниях или возможных решениях. И важный момент, он говорит, что оценку потребностей следует, и зачастую именно это и происходит, увязывать с определением активов или имеющихся ресурсов. Это может быть весьма полезным. Надо сказать, что если вот мы обратимся с вами к публикациям, то мы можем найти довольно много публикаций, в которых прямо название, именно так и звучит, оценка потребностей и ресурсов. И я хотел попросить Ирину Решта сказать здесь несколько слов, потому что вот мы когда готовились к сегодняшнему заседанию, как раз Ирина сказала, что они к этому же пришли, и она хотела эту часть прокомментировать. Ирина, пожалуйста. Добрый день еще раз, коллеги. На самом деле, Алексей, вы все уже сказали, то, что мы опытным путем сами поняли, приглашая людей на свои мероприятия. Ну, перед тем, как проводить оценку вот этого момента, что потребность всегда нужно оценивать вместе с ресурсами, мы как-то в начале нашей деятельности, наверное, не застряли на этом внимании. И когда мы приглашали людей на мероприятия, как ресурсный центр, и приглашали мы некоммерческие организации, мы делали такую табличку, я ее делала сама. Ну, например, мы приглашаем 10 человек, мы их прозвонили и пригласили. Мы знаем, ну, по опыту, проведя уже там определенное количество семинаров, что из этих 10 человек согласятся к нам прийти в 7. Дальше мы знаем, что если мы позвоним им через неделю, то 5 из них скажут, что они готовы прийти, остальные 2 отсеются. Дальше, если мы за 2 дня до мероприятия еще раз всем прозвоним, они из них 4 поклянутся, что придут. Мы купим кофебрейки, мы расставим стулья и будем ждать наших клиентов. Из этих 4 придет, скорее всего, 2-3. Причем из тех, которые отсеялись, накануне сказали, что придут, обязательно один будет на встрече с губернатором, один будет еще на каком-нибудь супер-пупер мероприятии, то есть у всех будут очень уважительные причины, и они скажут, на следующий раз мы точно придем. И вот первый раз вот такую табличку составляю, я прямо посчитала вероятности, потом их вот отслеживала, и при этом мы уже примерно знали, сколько пригласить, сколько человек придет, и вот какая вероятность будет. Еще что я хотела сказать, когда мы приглашаем людей, мы очень часто, когда мы спрашиваем людей об их потребностях, они очень часто, конечно, говорят о потребности в обучении, и о том, чему они хотят учиться, и что они готовы этому учиться. Однако потом выясняется, что у них не хватает в первую очередь времени, во вторую очередь человеческих ресурсов, которые можно выделить на обучение. Особенно это касается таких хороших программ, где обучение и практика, то есть не просто пришел один раз, но нам-то кажется, что важно научить его на практике применять знания, а для него это как раз получается минусом, так как более трудозатратно, минусом с точки зрения ресурсов, но плюсом с точки зрения методологии. Вот, пожалуй, таков мой комментарий. Ирина, спасибо. Ну, я чуть-чуть тогда здесь, если можно, добавлю. Дело в том, что вот Альшольд, когда он метафору хорошую привел, когда он писал про то, вот почему надо ресурсы оценивать вместе с потребностями, он в частности приводил пример оценки потребностей сообществ, ну, местных сообществ в каком-то там населенном пункте, и он говорил о том, что если мы оцениваем только потребности, имея в виду разрыв между желаемым и действительным, то мы обнаруживаем достаточно много разрывов, некоторые из них большие разрывы между тем, что есть, и тем, что хотелось бы иметь. И в итоге получается, что если вот использовать метафору насчет стакана, который наполовину заполнен, можно сказать, что он наполовину пуст или наполовину полный, то у людей ощущение будет, что он наполовину пуст, потому что есть масса разрывов, и непонятно, как бы, что дальше с этим делать. он говорит, что если, и другие авторы, которые об этом пишут, что если мы оцениваем потребности в совокупности с теми активными ресурсами, которые уже есть в сообществе, то оценив потребности и ресурсы, мы сразу же их объединяем, каким-то образом мы смотрим, как мы можем работать с теми потребностями, которые есть, как само сообщество может эти потребности свои удовлетворить. Идем дальше. Вот сейчас, коллеги, мы подошли к моменту, когда мы пойдем в малые группы, у нас будет две малые группы, в одной Ирина, в другой я, и я хотел озвучить этот вопрос и два слова сказать в вопросе, который мы будем обсуждать. Десять минут будет в малых группах, после соберемся и обсудим основные какие-то наиболее важные моменты, не будем все пересказывать, выделим какие-то наиболее важные ключевые вещи. Так вот, вопрос в чем? Смотрите, исходя из вашей практики, все мы работаем в разных организациях. Понятно, что мы так или иначе имеем дело с потребностями. Это могут быть потребности целевой группы, потребности клиентов, потребности сообщества, потребности нашей собственной организации разные. И вот первый момент, это что такое для вас потребность, в какой мере вот эта идея разрыва между желаемым и действительным, резонирует для вас, вот когда вы думаете о потребностях. И что такое для вас оценка потребностей. Вот такие два вопроса. Мы сейчас уходим в малые группы, через 10 минут встретимся. Пожалуйста, Павел. Ирина. Ирина, микрофончик тоже. Ага, да. У меня сложилось впечатление, что мы начали сразу очень так практично и глубоко копать тему, сразу же с точки зрения, как мы это проводим. Определения у нас получились такие. Потребность. Ну, очевидно, это проблема и запрос целевой группы. Дальше. Проблема – это запрос не только целевой группы, но и других стейкхолдеров. И вообще, потребность – это не только запрос целевой группы, а вот та проблема, так как они запрос иногда не видят. И приравнивать запрос к проблеме не стоит. Это разные вещи. Некоторые целевые группы могут оценивать свой запрос и свою проблему. Некоторые могут говорить, ну, не осознавать этого. Есть, соответственно, неосознанные потребности или неправильно формулируемые. Иногда целевые группы неправильно оценивают и ресурсы тоже. Например, родители недооценивают, переоценивают занятия детей и возможности занятия детей, да, и их потребности. Ну, и сложности возникают, соответственно, в ресурсах для удовлетворения потребностей. Теперь, что же такое оценка потребностей? Тут у нас не определение, а, пожалуй, такие вот важные точки. Это измерение возможных, потраченных на удовлетворение потребностей ресурсов. То есть, мы сразу же начали вот об этом говорить. Вот так. Оценка потребностей это выявление незакрытых ниш в сырьевом сообществе с точки зрения услуг, которые может оказать организация. Сразу же сужаем то, что мы можем оказать. Поэтому важно еще также провести инвентаризацию ресурсов сообщества, чтобы на этапе оценки потребностей понимать, где есть пустые ниши и какие ресурсы сообщества могут быть использованы для их закрытия. Так, еще нам важно сразу же выражать проблему в специфических показателях, выявлять характеристики проблемы, желательно, чтобы они были еще измеримые, и тогда мы сможем легко перейти потом к ресурсам и к действиям. И последний комментарий. Важно провести оценку, построить иерархию потребностей и провести приоритизацию потребностей. Желательно сразу это включать в оценку потребностей, потому что люди часто не могут сами определить потребности, им требуется определение, доопределение, и аналогично они не представляют какие есть ресурсы, а ресурсы как раз связаны с механизмом удовлетворения потребностей. Поэтому действительно приходится сразу говорить о проблемах, потребностях и тут же ресурсах. В такой связке. Коллеги, можете дополнить? Пока. Я могу на самом деле сказать пару слов, потому что это все прекрасно, только в жизни это все, мягко говоря, не работает. И дальше встает вопрос, а что с этим можно делать? То есть мне кажется, это вообще некая такая забавная вещь, мы все читали книжки, мы все друг другу отлично можем пересказывать, но, к сожалению, в жизни это так не работает. И мне кажется, вообще вещь, которая в том числе из-за изоляции очень тяжело к нам просачивается, это то, что люди, которые, на наш взгляд, делают какие-то странные вещи, которые нам не нравятся, или мы с ними не согласны, они как раз действуют из наилучших интересов, как правило. И в какой-то степени пока мы не будем совершенно безоценочно смотреть на это и не будем готовы просто буквально в формате обратного проектирования понимать, почему для них такое решение является оптимальным. То есть, например, контролируем алкоголизм. По большому счету неважно, пьют родители или не пьют. Если они осуществляют необходимый уровень заботы о ребенке, вообще не наше собачье дело, что они там делают с алкоголем. Но у нас я ни разу даже не слышала никакого обсуждения вот такого рода. и это очень сильно определяет вообще те тренды, которые есть в гуманитарных сферах. Спасибо, Юль. Я немножко добавлю из того, что в нашей группе было в обсуждении. У нас, Ирина, не получилось так. У нас прям как-то четко все определили. У нас как-то сразу началось с того, что все очень сложно. И примерно в этом ключе и продолжалось. какие моменты важные затрагивали, которые может быть не совсем мы услышали в вашем рассказе. Был такой момент связанный с тем, что про это сложно говорить. И найти слова не хватает языка. И нужна очень высокая чувствительность для того, чтобы понять на самом деле какие потребности. Дальше есть такой момент, что мы должны иметь в виду, что потребности, допустим, нашей целевой группы, это вот Елена Касик приводила пример для людей, живущих с ВИЧ. Потребности целевой группы не обязательно приоритетные для них потребности связаны с теми услугами, которые мы оказываем или можем оказать. Условно говоря, человеку негде жить, и поэтому он не приходит к нам на тестирование, и так далее. И у него потребности лежат где-то в другой сфере и не совпадают с тем, и мы с этим можем сделать что-то, не можем, это вопрос. Был такой вектор, что потребность глубоко спрятана, и нужен очень квалифицированный специалист, именно психолог, для того, чтобы вот это спрятанное неблагополучие, потребность как спрятанное неблагополучие выявил. Дальше был важный момент, что очень, что надо принимать во внимание какие-то аспекты, связанные с средой, в которой живет человек, особенности истории этого человека и так далее, ну, не знаю, религиозная, культурная среда социальная, в которой человек живет, и здесь вот был образ такой вертикальности при оценке потребностей, то есть пришел человек достаточно благополучный и с позиции сверху вниз оценивает, что тут у вас, ребята, неправильно, где у вас тут разрывы между желаемым и действительным, и сейчас мы вам все тут определим и наладим, и нужна горизонтальность, был такой посыл при оценке потребностей, и конечно сказали о причинении добра, тоже традиционно звучит, я бы хотел здесь напомнить коллеги, вот есть хорошая поговорка у наших друзей в Штатах, если у тебя есть молоток, и ты очень хорошо умеешь им пользоваться, то все остальное тебе кажется гвоздем, то есть вот ты ходишь с этим молотком и как бы везде причиняешь добро, не важно там действительно гвозди попались или не обязательно, вот, ну и важный момент вовлечения именно людей с клиентов целевой группы, с которой мы работаем, потому что то, о чем они говорят вслух, это то, с чем они готовы работать, а то, что стоит за кадром, это следующий этап, вот такое, наверное, краткое резюме, много всего получилось на самом деле, коллеги, мне кажется, такая пища для размышлений серьезная, давайте пойдем дальше, чьи потребности оцениваем, у нас уже было достаточно много примеров здесь приведено, и я думаю, что мы можем сейчас с вами вот что сделать, давайте попробуем посмотреть, что у нас получается с точки зрения оценки потребностей, вот здесь ссылочка в чате, пожалуйста, перейдите туда и отметьте, чьи потребности вам приходится оценивать реально в вашей работе, вот в вашей организации, ссылка вот эта, но она в чате есть, и там она активна, и можно там кликнуть, и 1-пс-матриць, и 1-пс-матриць. 1-пс-матриць. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть, по сути дела, все, кто присутствует здесь, занимаются оценкой потребностей отдельных людей, малых групп, организаций, больших групп и своей собственной организации. То есть, это задача достаточно актуальная получается, и работа во всех сферах. Ну, наверное, очевидно, что оценка потребностей организации существенным образом отличается от оценки потребностей отдельного человека. И это тоже нам надо иметь в виду, и тут тоже есть о чем поразмышлять. Упс. Он меня не туда повел. Теперь, как проводить оценку потребностей здесь тоже... Ирина, скажите, прежде чем я перейду? У меня просто был комментарий, исходя из вот этой вот диаграммки, что мы на отвечали. У меня такое подскудное ощущение, что, проводя оценку всяких разных потребностей, мы в душе оцениваем, какие потребности нашей организации нужны нашим клиентам. Потребности или услуги, Ирина? Услуги, да. Услуги наши организации. Мы соотносим автоматически с услугами, потому что, действительно, мы же это сужаем. И иногда мы думаем о своих возможных услугах, а у них потребность где-то вообще за рамками лежит. И вот тут может такой вот диссонанс. Да, конечно. И это ловушка такая, которую надо иметь в виду. И оно, естественно, вполне для нас такое поведение. То, что мы умеем, мы ищем, как это резонировать. Так, как проводить оценку потребностей? Ну, я немножечко тоже хотел показать вам, что есть в соответствующих публикациях. Этапы проведения оценки потребностей. Установка задач. Здесь надо принимать внимание, кто именно лица, принимающий решение. Для принятия каких решений нужна оценка потребностей. И что именно надо узнать с точки зрения принимания. Оценка потребностей. То есть мы здесь формулируем в том числе вопросы, на которые нужно ответить при проведении оценки потребностей. Планируем. Это очень похоже на оценку программ. То есть мы здесь думаем о том, где есть информация, которая нам поможет ответить на вопросы. Каким способом эту информацию получить. Какой последовательности и так далее. Собираем эту информацию, анализируем информацию и в анализ входит определение приоритетных потребностей и определение причинно-следственных связей и, соответственно, выработка рекомендаций относительно возможных стратегий. То есть вот здесь идет переход к неким действиям. Ну и если предполагается какой-то отчет, то, соответственно, завершается это все в той или иной форме подготовка отчета и представление отчета лицам, принимающим решение. Вот такие этапы вы можете найти в публикациях по оценке потребностей. Вообще, коллеги, я хотел сказать, тут есть интересная вещь. Мы до этого еще дойдем. Но вот эти пересечения с оценкой программ, как мы ее понимаем, да, и естественным образом может возникнуть вопрос, является ли оценка потребностей каким-то подразделением, какой-то частью оценки программ, или это какая-то отдельная сфера профессиональной деятельности, или это специализация внутри оценки программ, например, или какое-то направление. Вот если вы замечаете сходство, это не случайно. Там пересечения, конечно, есть, и мы до этого доберемся сейчас. На какие вопросы надлежит ответить при проведении оценки потребностей? Я взял примеры таких вопросов из публикации весьма уважаемых людей. В данном случае вот Альшуль. Смотрите, какие вопросы при оценке потребностей. Какие результаты должны быть достигнуты? Ну, вопрос, чьи потребности оцениваем, соответственно, могут быть разными. Дальше. Каковы текущие результаты? Дальше. Как текущие соотносятся с желаемыми? Ничего пока неожиданного. Как выглядят различные потребности с точки зрения их значимости? Вот эти разрывы между текущими желаемыми, какие из этих разрывов наиболее значат? Какие альтернативные стратегии или наборы решений могут наилучшим образом сократить разрывы между желаемым и действительным? То есть при оценке потребностей автор считает, а это гуру в области оценки потребностей, что и он не одинок, конечно, в этом, что предложение стратегии, предложение возможных направлений действий как удовлетворительной потребности – это часть оценки потребностей. Рекомендации здесь обязательны. И какие критерии можно использовать для оценки альтернатив? Если мы рассматриваем для, допустим, удовлетворения той или иной потребности несколько возможных вариантов, то по каким критериям мы можем эти варианты отсортировать? Вот такие вопросы. Это первый пример. Второй пример. На какие вопросы нам для житатвы ответить? Ситуация оценки потребностей в кризисе. В кризисе, если какой-то кризис происходит. Каково влияние конфликта или кризиса на учащихся из системы образования? Каковы возможности и пробелы или разрывы в области образования, особенно в отношении детей, которые школу не посещают? Что следует учитывать в программной стратегии, обеспечивающей доступ к качеству образования для всех и не способствующей конфликту? То есть, чтобы стратегия была такая, которая бы масло в вагоне не подливала, если в конфликтной ситуации. В данном случае эти вопросы все в контексте влияния конфликтных ситуаций в каких-то обществах на образование и на детей, которые учатся в школе. Вот такие вопросы. Вроде похожи чем-то. И завершается стратегией. Третий пример. Ну, вот здесь автор говорит, что любая оценка потребностей отвечает на такие вопросы. Когда такая преамбула, у меня всегда тревожно становится. Но, тем не менее, давайте посмотрим, какие вопросы она предлагает. Какие виды, поведение, привычки, отношения и убеждения целевой группы связаны с риском? Это оценка потребностей детей группы риска в данном случае. Дальше. В какой степени целевая группа получает услуги? В чем заключаются препятствия, которые мешают целевой группе получать услуги? Какие программы, стратегии и вмешательства больше всего подходят целевой группе? Какие ресурсы и услуги доступны и подходят для данной группы? Что необходимо сделать для того, чтобы улучшить положение целевой группы? Вот такие вопросы. Ну, за ними можно узреть, конечно, то же самое, что было и в предыдущих. То есть, что мы имеем, что мы хотели бы иметь, и что надо сделать, чтобы туда попасть, куда мы хотим. Но, конечно, как было справедливо сказано, все не так просто. Надо обязательно упомянуть быструю оценку потребностей. Это такое направление, которое в сфере оценки развивается, оценки программ. И там обычно название такое, или быстрая оценка, или быстрая оценка с участием. И вы с этим, наверное, знакомы. Значит, в сфере оценки потребностей тоже такое есть, быстрая оценка потребностей. То есть, картинки, которые я сюда включил, показывают, что это происходит в неформальной обстановке с активным вовлечением людей, чьи потребности оцениваются. Итак, быстро – это значит всего несколько дней. Хотя есть публикации, в которых говорится, если до шести недель, то быстро. Ну, у них вот такой стандарт. Но, вообще-то, чаще говорят, что это буквально день-другой, и имеем результат. Проводится с активным вовлечением различных заинтересованных сторон. Обязательно при этом, естественно, используются разные групповые методы оценки с участием. И при этом тот, кто проводит оценку, вот к вопросу о вертикальности и горизонтальности, в данном случае, конечно, тот, кто проводит оценку, он больше занимает позицию фасилитатора. То есть, человек, который недирективным образом управляет обсуждением групповым, и, соответственно, группа получает какой-то результат с его помощью. Завершается планированием действий и даже переходом к их реализации. И это тоже очень важная характеристика и в оценке программы, и в быстрой оценке потребностей. Вот есть такая группа методов, и по этому поводу много есть пособий. И вот здесь целый сборник хороших практик по быстрой оценке потребностей, именно методы быстрой оценки потребностей. На английском языке несколько страничек, много полезных ссылок. Вот это я очень рекомендую, если интересуетесь этой темой. Так, вот у нас есть следующий вопрос, который мы думали обсудить в малых группах. Павел. И вот теперь, значит, мы будем делиться, в чем сходство и отличие оценки потребностей и оценки программ. Давайте про это поговорим. Вот где у нас есть ощущение, что совпадает, а где ощущение, что отличается. Поехали. Поехали. Приветствую всех, кто остался с нами после малых групп. Давайте, Ирина, тогда... Я сейчас начну, а потом вы расскажете, хорошо. Сходство и различие. Сходство. Мы отметили, что это контекст гуманитарных дисциплин, социальной науки, методологии, гуманистический вектор и логика, и там, и там присутствуют. Различия. Различия такие, что... Вот было соображение, например, что оценка потребностей нужна не всегда. Иногда и так понятно, что надо, что не надо. И не стоит тратить время и ресурсы на оценку потребностей. А оценка программ всегда нужна. Дальше. Программа – это уже решение потребностей. И получается, что при оценке потребностей в высшей степени определенности, чем при оценке программ. Было отмечено, что при оценке потребностей, поскольку это связано с конкретными людьми, которые могут быть в проблемных ситуациях, цена ошибки выше, чем при оценке программ. Ну и также отметили, что разница просто объектов оценки. В одном случае это программа со своим жизненным циклом, с определенной логикой, и с понятными в общих чертах целями на разных этапах развития программы. А оценка потребностей – совсем другой объект. И, соответственно, цель другая. Все. Ирина? Ирина? Да. Знаете, у нас вот была такая версия, что обе оценки, шириненьким выделено внизу, как раз необходимы для программного цикла. Потому что вы сказали, что оценка потребностей может не проводиться, если все очевидно. Но я так смею предположить, что наша группа имела в виду, что она все равно проводится. Просто, может быть, она проводится на уровне экспертной оценки тех, кто реализует программу, например. Отличия у нас такие, что оценка потребностей, она может проводиться как в начале разработки программы, так она может проводиться и по ходу реализации, когда нужно что-то уточнить. То есть, может быть, внутри реализации оценки программы. Если мы не говорим именно про финальную оценку программы. Потому что могут меняться потребности или потому что мы не все понимаем? По разным причинам. По разным. По основе целевые группы возникают, у которых это оценят. Оценка потребностей направлена на то, что нужно сделать, но продукта еще нет. А оценка программы проводится на основе уже наличствующего продукта, результата программы. Дальше у нас вот такая некая даже дискуссия, я бы сказала, возникла, что оценку потребностей можно проводить своими силами. А оценку программы лучше проводить внешними силами. Ну, то есть, может быть, с одной стороны, самооценка, но с привлечением внешних стейкхолдеров. Но в идеале она комбинирована с внешней оценкой. Я думаю, что те, кто это сказал, может быть, часто добавят еще. Так, ну и про сходство. Ну, наверное, особо тут нам добавить к вашей версии нечего. Да, такого нового. Тогда вот к тому тезису, да, может кто-то добавит? Да, если хотите, коллеги, то прокомментируйте. Почему оценку потребностей самим, а оценку программы внешней? И вот про самооценку у нас тоже были моменты дискуссионные. Коллеги, ну, позвольте буквально несколько слов. Здесь Виктория Копейкина, детский древний СУЭС. Я здесь исхожу из нашей практики и тех методов, которые используются по ассоциации международной нашей организации. Мы работаем на базе подхода управления на основе результатов. И вот этот подход, он рекомендует настоятельно проведение оценки потребностей в любом случае, когда стартует программа или когда идет новый программный цикл. Ну, действительно, как Ирина совершенно верно подметила, может быть на уровне экспертной оценки. И вот поэтому здесь, может быть, своими силами, может быть при помощи внешних специалистов. А по итогу, ну, вот нам настоятельная рекомендация дает сделать это внешними ресурсами, в общем, для объективности. При этом каждые 2-3 года проводит самооценка, то есть некая рефлексия, с одной стороны, с привлечением, конечно, и стеклодеров разного уровня, их опросами, но своими силами. Ну, а в Пенал, вот через 5 лет, может быть, 6, этого нечто. Из этого я исходила. Понятно, Виктория, спасибо. А скажите, пожалуйста, когда вы говорите об экспертной оценке потребностей, вы имеете в виду, что мы приглашаем экспертов, которые знают, какие могут быть потребности, и нам об этом сообщают? Или все-таки эти люди с кем-то беседуют? И вот что вы имели в виду? Нет, здесь, конечно, имеется в виду, с одной стороны, у них свое, может быть, мнение, но они, конечно, должны беседовать, то есть они могут встречаться с партнерами. То есть предполагается сбор информации? Да, да, сбор информации обязательный, в любом случае, конечно. Спасибо. Все. Так. Ну, коллеги, вот я табличку-то приготовил, как говорится, впервые на русском языке. Значит, сходство и отличие оценки программы, оценки потребностей. И я хотел сказать предварительно, что вот, например, на примере Соединенных Штатов, если мы посмотрим, как развивается профессиональное сообщество, была уже создана ассоциация, Американская ассоциация оценивания, American Evaluation Association. И они уже работали, и в середине 80-х годов к ним решила присоединиться относительно небольшая группа людей, которые специализировались именно в оценке потребностей. То есть они, посмотрев вокруг, приняли решение, что они не будут создавать свою отдельную ассоциацию, а именно войдут в Американскую ассоциацию оценивания. И с тех пор они очень активны там, и на конференциях выступают, и вот вышла публикация, новые направления в оценке, про оценку потребностей именно, и так далее. То есть это были те люди, которые занимались оценкой потребностей применительно к программам социальной направленности. Но здесь надо ради справедливости сказать, что есть огромное профессиональное объединение, намного больше и по численности, и так далее. Это люди, которые занимаются тренингом и развитием, и там оценка потребностей в первую очередь в обучении тоже отдельное направление, и оно там живет само по себе. Здесь больше именно оценка потребностей применительно к программам социальной направленности. Итак, измерение. Когда проводится в процессе оценка программы? А это до начала. Но здесь вот было справедливо сказано, что вообще-то, когда мы говорим о жизненном цикле программы, да, и предпрограммная оценка, ее вроде как мы тоже относим к оценке программы, оценке ситуации. Определить с какой целью? Определить, как все идет и достигается ли намеченный результат в общем случае. Оценка потребностей. Определить разрывы, приоритеты, возможные стратегии и наметить результаты. Тут достигаются ли они, а там мы их определяем. Использование различных логических карт, как карта результатов, теории изменений и так далее. В оценке программ формируется на стадии планирования и используется уже как руководство при оценке. А здесь она ориентирована на обоснование таких карт или теории изменений. Вот эти самые стрелочки между прямоугольничками обосновываются с помощью оценки потребностей. Вовлечение заинтересованных сторон. В оценке программ традиции есть известные оценки с участием, и заинтересованные стороны активно вовлекаются для определения значимых результатов и для интерпретации данных. А в оценке потребностей тут интересная ситуация сложилась. Они говорят о том, что раньше это был как бы сольный выход, специалист по оценке потребностей работает, пишет отчет. А теперь, благодаря этой практике, которую они в оценке программ увидели, чаще проводятся с участием заинтересованных сторон. По методам и процедурам широкий спектр количественных качественных методов в оценке программ, а в оценке потребностей похоже на то, что в оценке программ, они подтверждают наши догадки, и есть специфические методики. То есть, вот они считают, что анализ вот этих разрывов, причинно-следственный анализ, расстановка приоритетов, сравнение с стратегией, это специфично для оценки потребностей. Хотя я бы сказал, что, например, вот, ну, я впервые услышал, например, вот этот анализ разрывов, да, и применительно к оценке программ, а не к оценке потребностей. Видимо, это стало, метод стал народным, и он используется везде. Как часто используется на основании формальных требований? Мы об этом тоже говорили. Смотрите, они говорят так, что очень широко распространена, является обязательным требованием, связана с подотчетностью, и вот, как вы сказали, в общем, обязательной, да? А вот оценка потребностей реже используется. Они считают, потому что финансирование чаще всего... Ведь использование, это значит, на это должны финансовые ресурсы выделяться. А финансирование, естественно, чаще выделяется на то, чтобы реализовывать решения и что-то сделать, а не на то, чтобы понять, что именно мы хотим сделать. Так жизнь устроена у нас. Вот такие сходства и различия. Естественно, эта презентация у вас будет сразу после сегодняшнего заседания. Мы вам ее вышлем, как обычно. Давайте мы, поскольку времени мало осталось, мы не будем на малой группе делиться и поговорим о том, какие подводные камни существуют при проведении оценки потребностей. Я начну, перечислю несколько, и потом приглашу всех, кто захочет добавить. Ну, первое, это нужно определить, чьи потребности мы оцениваем. Я, наверное, может быть, кто-то из вас слышал, я часто здесь вспоминаю в связи с этим такой пример. Когда у нас впервые был избран вот уже в Новой России, после всех пертрубаций, был избран Верховный Совет, Совет народных депутатов, так назывался. Там была сформирована группа, которая занималась их обучением. И я знаком был с человеком, который эту группу возглавлял. И он решил провести оценку потребностей в обучении, распространил анкету. И в этой анкете вопрос примерно такой был, чему бы вы хотели научиться. И ожидания у него были связаны с тем, что люди хотели бы, поскольку они пришли из очень разных областей, никто раньше не работал в структурах подобных Совет народных депутатов. Он думал, что они захотят чему-то научиться, связанному с парламентской процедурой, публичной выступлением, дискуссией, подготовкой законодательных каких-то документов и так далее. И, собственно, он ко мне обратился, когда мы обсуждали это, с тем, что он в шоке был, когда он получил обратную связь от людей. Там с отрывом на первых двух местах оказалось английский язык и вождение автомобилей. И дальше, где-то ниже, намного дальше все остальное. То есть он людей спросил, чему вы хотите научиться. И они ответили, чему они хотят научиться, исходя из ситуации, в которой каждый из них находился. Он-то думал о потребностях организации, по большому счету, и хотел оценить, что необходимо для этой структуры новой, чтобы она лучше работала. А люди говорили о своих личных. И да, и наконец-то руки дошли, можно, значит, может быть, автомобиль научиться водить. И плюс, у нас же многие взрослые люди не умели водить автомобиль на тот момент. И плюс, конечно, возможность каких-то поездок, контактов, доступ к знаниям международным и так далее. Поэтому, чьи потребности оцениваем, важно. И, конечно, не спрашивать, в чем нуждаются. Это плохой вопрос при оценке потребностей. Важно не создавать завышенных ожиданий. Дело в том, что если при оценке потребностей мы будем вести себя таким образом, что у людей появится ощущение того, что теперь вот будет и это, и то, и пятое, и десятое. То есть, например, мы скажем, выберите из этих десяти, что вас больше всего интересует. Или мы будем так разговаривать, что у них появится ощущение, что кто-то вот прям собирается это делать. Надо всегда понимать, что любая оценка – это воздействие на людей, с которыми мы общаемся. И может это воздействие закончится тем, что у них будут неоправданные завышенные ожидания от того, что может сделать программа. И не ориентироваться на готовые решения – ну, вот это одна из моих любимых тем, вообще-то. Вы знаете, я уже об этом говорил, что оценка потребностей в обучении – целая индустрия. Связана с чем? Рынок корпоративного обучения гигантский. И общепризнанная, общепринятая практика, что компании должны проводить оценку потребностей в обучении. И, например, для того, чтобы сотрудники лучше выполняли текущую работу, были готовы к выполнению будущей работы, которая вот грядет, и вообще повышали свой уровень. Разные бывают сферы. Но, как бы, оценка потребностей в обучении – общее место. Но, коллеги, вот здесь, мне кажется, какой важный момент. Когда мы говорим об оценке потребностей, не надо ничего туда добавлять, потому что обучение – это одно из средств удовлетворения потребностей. А потребностей, собственно, в обучении не бывает. Бывает потребность в чем-то другом. Например, я не знаю, для компании, чтобы качество услуг повысилось, я не знаю, производительность повысилась, что-то еще. А обучение может быть одним из средств удовлетворения этой потребности. Аналогично оценка потребностей в услугах. Есть потребности в результатах услуг. А услуги или что-то еще, во-первых, они могут быть разные, и могут быть разные пути удовлетворения потребностей. Поэтому ориентация на готовые решения – это некоторая ловушка, которую лучше избегать. Коллеги, я на этом хотел приостановиться и пригласить вас поделиться своим опытом. Я вот хотел у Лины Мальской спросить. Вот по поводу формирования потребностей. Может такое быть вообще, что мы не то чтобы оцениваем потребности, а мы действуем таким образом, чтобы потребности сформировать? Как ты считаешь? Ну, если честно, весь наш опыт показывал, что мы как раз формировали потребность. Потому что мало кто тогда задумывался о том, что нужно привлечение средств или еще какие-то такие вещи. Да, были, конечно, потребности, на которые мы реагировали сразу. Например, самые первые – это даже конфликтология, потому что люди были в 96-97 очень агрессивные. Они все время что-то требовали от той же власти или еще что-то. Поэтому там такая обычная потребность в решении конфликтов была и сформирована. Но, с другой стороны, были абсолютно другие потребности, которые приходилось сформировать. Люди не осознавали, что такое социальное проектирование или еще что-нибудь такое. То есть приходилось эти потребности не показывать и фактически иногда и насаждать. Поэтому я действительно думала, что мы зачастую, особенно в последнее время, мы больше проводим экспертную оценку даже потребностей для некоммерческих организаций. Потому что, если мы начнем просто спрашивать людей, что им нужно, им нужно научиться писать заявку на грамм. Вот. И, условно говоря, не знаю, больше они вообще не требуют. А еще лучше было бы, если бы мы просто вообще сами бы за них писали и приносили бы им заявочки вместе с этим финансированием. То есть фактически приходится самим выстраивать чисто экспертно на определенных результатах, чисто экспертно выстраивать некоторые логические цепочки, чтобы им предлагать определенные услуги, которые, на наш взгляд, могут привести к определенным результатам. И как раз вот этим разрывом, устранению разрывом между их устойчивостью иногда не может повлиять. И общая ситуация такая, стереотипность поведения такова, что довольно сложно бывает. Лена, спасибо большое. Юля, пожалуйста. Я, на самом деле, вообще хотела так поговорить о разном, потому что меня очень зацепило то, что говорила Виктория из детских деревень. Потому что, ну, это большая такая, скажем, транснациональная корпорация, да, с очень разным уровнем как раз участников. И я думаю, что на уровне вот этого корпоративного управления, ну, на самом деле, это очень верное решение, довольно дешевое, потому что, когда, ну, есть вот эти процедуры, что все все делают, это на самом деле, ну, квазиоценка потребностей. Это как раз для того, чтобы в определенное, ну, довольно дешево удерживать людей в неком, ну, на самом деле, в некой связи с тем, что они делают. Потому что, когда есть такие процедуры это делать, это позволяет как раз все-таки немножко удерживать качество. Потому что образование в странах очень разное, да, и в индустрии работают очень разные люди. Дотянуться до уровня образования, ну, этот провайдер не может, это просто возможно. Но ему, тем не менее, нужно каким-то образом, ну, выравнивать, да, своих членов. И операционное – это гениальное решение, то есть мы это делаем, вот, да, мы это будем делать с разным качеством, но это очень доступный инструмент, плюс он может быть инструментом обмена, потому что, грубо говоря, есть формы, есть описанная штука, да, можно собирать людей там на звонках, неважно, локально, между странами. И таким образом, как раз это очень влияет, ну, на сам предмет деятельности, вот. При этом, на самом деле, если мы все-таки вернемся к оценке потребностей, ну, как бы в мире давно есть эти консенсусы, что влияет на детей, да, что вообще, ну, влияет, что такое там неблагоприятный детский опыт, вот. То есть с точки зрения поиска, как бы нового знания, там нет ничего, но с точки зрения работы с людьми, это бесконечно ценно, и мне кажется, вообще вот эта вот мысль, в том числе, ну, такого гибридного, гибридных целей, вот. То есть зачем нам это может быть нужно? И в какой-то степени подбор решений, оценка стоимости не должна быть вокруг денег только, потому что иногда это связано именно с тем, до чего мы можем дотянуться, да, и каким образом передать некое сообщение тем, кто находится на большом расстоянии, когда большая дистанция. Юрий, уточним секундочку, у нас просто пару минут, что даже уже одна уточнить хотела. То есть вы говорите о том, что во многих сферах уже знание такое накоплено в мире, что сама по себе оценка потребностей, она не обязательно, да? Абсолютно, она ни на что не влияет. Ни на что не влияет. Это не программа, это другое. Но ценность вот этого действия, когда мы общаемся с людьми, заключается в чем? Все равно ценность вы говорите есть. Это на уровне одной организации, например, это на самом деле выравнивание более или менее качества работы этих людей. Окей, окей. Спасибо, Юль. Мы просто подходим по времени к концу, поэтому я... Спасибо большое. Коллеги, спасибо всем за участие. Пришлем материал, если будут какие-то вопросы, обязательно напишите. Там в презентации есть адрес, на который можно писать. Хотел также спросить тех, кто пригласить, всех. Если кто-то хотел бы посмотреть, вот Юля уже мне написала, может быть, кто-то еще хочет получить проект принципов самооценивания. И для того, чтобы почитать и познакомиться, и обратную связь, я с удовольствием пришлю. Напишите мне на адрес, который есть в презентации, и мы его вышли. Всем всего доброго, удачи. И в следующий раз, через месяц, постараемся, второй четверг, октября, напишем в группе. Как всегда. Спасибо. До свидания. Спасибо, Юля. До свидания, коллеги. Всем спасибо, Юля. Спасибо за последнее.